Ребята, всем привет! Меня зовут Хелс Натали, я натрициолог, и я рада видеть вас на своем YouTube-канале. Вы полюбили рубрику ответов на ваши вопросы, поэтому сегодня мы ее продолжаем и опять будем говорить про щитовидную железу, потому что по этой теме вопросов больше всего. Поэтому не теряем времени, давайте начинать. Итак, переходим к первому вопросу. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Чем лучше у меня становится показатель ТТГ, сейчас 1,35 на эльтероксине в разных дозировках, тем хуже Т3 свободный, сейчас 3,2. Не понимаю, что происходит и что делать. Давайте разбираться. Когда мы пьем гормонозаместительную терапию, то есть тот же самый эльтероксин, мы пьем по сути гормон Т4. Т4 неактивный гормон, мы об этом с вами уже говорили, я часто говорю об этом ролик. Чтобы он превратился в активный гормон Т3, который и будет оказывать свои какие-то действия в организме, должно произойти ряд определенных событий, должен сложиться ряд каких-то условий. И здесь у вас затык именно в том, что не происходит конверсии Т4 в Т3. Понимаете, то есть то, что у вас, скажем так, вы определили вот эту связь, чем лучше ТТГ, тем хуже Т3 свободный, как бы это очень условная связь. Просто, видимо, в вашем организме что-то происходит, что мешает Т4 преобразовываться в Т3. Что это может быть? Это может быть банально дефицит каких-то кофакторов, может быть дефицит железа, дефицит меди, дефицит белка, что угодно. Это могут быть любые воспалительные реакции в организме. Это может быть плохой желчный отток. Я часто говорю, что вижу у своих клиентов, которые даже приходят уже с восполненными дефицитами. У них там нет дефицита магния, селена, витамина С, у них все хорошо. И у них не происходит вот этой вот конверсии. Как только мы начинаем работать непосредственно с конверсией, с желчный оттоком тем же самым, тут же моментально удается достичь каких-то результатов очень хороших. Т3 начинает расти. Собственно, эффекты в организме именно Т4, проявляются через активную активацию Т3. Поэтому в вашем случае я бы работала, точнее искала причину, почему не происходит этой конверсии. Смотреть опять же витамины, минералы, смотреть белок, смотреть обязательно нет ли аутоиммунного процесса. Это очень важно. Сдайте антитела к сериопероксидазе, к сериоглобулину. Смотреть на ваше питание, смотреть на желчный отток. У меня есть ролики с симптомами нарушения желчного оттока. Есть много роликов по желчи. Возможно, вы найдете что-то там у себя из перечисленных причин, тогда вы будете понимать, что собственно делать. Но прямой связи, повторюсь, с тем, что ТТГ становится лучше, а Т3 хуже, ее нет. Просто в какой-то момент в организме ситуация получше, в какой-то момент ситуация похуже, эта конверсия идет лучше, хуже. И вот вы для себя увидели такое совпадение. Но прямой взаимосвязи все-таки нет и быть не может, потому что по логике наоборот, как бы хорошие ТТГ, по идее, должны быть хорошие гормоны щитовидной железы. Но, к сожалению, не все так просто, не всегда так все происходит, поэтому работайте именно над конверсией. По-моему, кстати, я говорила об этом более подробно в роликах про щитовидную железу полноценных, поэтому пересмотрите, думаю, найдете что-то для себя полезное. Ну а мы переходим к следующему вопросу. У меня ТТГ 1,7, Т4 свободный 15,2, то есть в середине референса, а вот Т3 свободный зашкаливает. Значит ли это, что у меня гипертиреоз или все-таки гипо? Очень хороший вопрос, тоже иногда, не часто, но и не очень редко вижу такую ситуацию в анализах своих клиентов. Что мы видим? ТТГ 1,7 в принципе неплохие цифры. Т4 свободный 15,2, это тоже где-то серединка референса, то есть здесь все неплохо. И вот тут мы переходим к той конверсии, про которую мы говорили в предыдущем вопросе. Т4 должен превратиться в Т3. И что здесь происходит? Потому что Т3 свободный здесь высокий. Конечно же, это гипотиреоз, потому что диагноз, собственно, ставится по гормону ТТГ, по гормону Т4 свободным, поэтому однозначно это не гиперыстория, это гипо. Но что происходит? Еще раз, у нас Т4 превратился в активный Т3, то есть те кофакторы, которых вот в первой истории у нас не хватило, здесь видимо все в порядке, все сработало, но не хватило транспортного белка, скорее всего, то есть не хватило куда посадить вот этот гормон Т3, чтобы он ушел и начал оказывать свои какие-то положительные эффекты в организме, и он болтается свободный в крови. То есть в первую очередь я бы здесь думала на дефицит белка. Обязательно проверьте, что у вас с общим белком, что у вас субмином, что у вас с белковым обменом, мочевина, креатинин, посмотрите. И во вторую очередь я бы посмотрела дефицит йода, потому что на дефиците йода тоже может периодически такая история возникать. То есть отвечая на ваш вопрос, конечно же, это гипотиреоз, это не гипотиреоз, но какого-то вот нюансика в конверте опять же не достает, то есть чего-то у вас не хватает, возможно, это белок либо йод. И последний на сегодня третий вопрос, давайте к нему перейдем. Итак, добрый день, у меня ТТГ 3,8. Постоянно чувствую слабость и усталость, мерзнут в конечности. Боюсь, что назначат гормоны. Как помочь себе в этой ситуации, что предпринять? Ну для начала, конечно же, мы понимаем, что 3,8 это высокие ТТГ, хотя по референсам лаборатории чаще всего вы увидите верхнюю границу 4,2. Сейчас, к сожалению, такая тенденция начала появляться, что референсы, еще увеличивают, потому что люди с гипотиреозом, их становится все больше и больше и больше, чтобы как можно меньше этих диагнозов ставить, просто как бы берут, сдвигают референсы условно. Поэтому, конечно же, 3,8 это много, это не оптимальное значение, оптимально в идеале где-то 0,9,2, вот это вот прям хорошее значение ТТГ, к которым нужно стремиться. Здесь ТТГ 3,8 это много, плюс мы видим уже симптоматику, симптоматику гипотиреоза, какую-то слабость, усталость, мерзнут конечности. Во-первых, вам нужно для начала сдать, дообследоваться, сдать гормоны щитовидной железы полностью, потому что Т4, точнее Т3, это Т4, Т3 свободно, это гормоны щитовидной железы, а ТТГ это гормон гипофиза. И нам нужно посмотреть, что с гормонами щитовидки в первую очередь, то есть как они себя проявляют, насколько они там в оптимальных значениях. Конечно же, мы смотрим те же самые антитела, это крайне важно, потому что если есть аутоиммунный процесс, он будет приводить к росту ТТГ, к снижению гормонов щитовидной железы. Важно, конечно же, эти моменты купировать. И опять же, возвращаясь к каким-то базовым нашим правилам, мы смотрим, что у нас с дефицитами, мы смотрим, что у нас с железом, цинком, медью, витамином С, белком. Мы смотрим, какие симптомы еще мы испытываем, то есть мы смотрим на обычную свою жизнь, то есть все ли у нас хорошо со стрессом. Возможно, у нас есть, например, избыток кортизола, может быть, дефицит кортизола, может быть, у нас есть надпочечниковая недостаточность. То есть нам нужно в своем организме более детально покопаться, поразбираться. Может быть, есть те же самые проблемы с желчьотоком, потому что я люблю повторять, что щитовидная железа в организме как градусник. Она, по сути, показывает, что в целом происходит. Если с ней что-то не так, значит, где-то что-то не так идет в другом месте. И вот это место важно найти, важно навести там порядок. Поэтому, конечно же, мы смотрим, что может быть причиной. Если действительно ваш ТТГ выйдет за какие-то референсы, выйдет там за 4,2, либо какие-то референсы у вашей лаборатории. Конечно же, для врача это будет основанием по протоколу назначить вам заместительную гормональную терапию, потому что считается, что щитовидная железа как бы не справляется, гипофиз не видит гормонов, он начинает повышать ТТГ. Но я бы разобралась в первую очередь с теми моментами, которые я перечислила, потому что чаще всего ситуация обратима. И не подсесть на гормоны гораздо проще, чем потом пытаться с них слезть. Поэтому будьте к себе очень внимательны и все-таки сдайте полный чекап, полный перечень анализов. Я в Инстаграме регулярно и пост писала с тем, что нужно обследовать. То есть там достаточно... Ну, тот список, который я осмотрю у своих клиентов, он достаточно большой, но он позволяет подсветить какие-то те места, на которые ты можешь никогда не подумать. И обычно по нему уже видно, где может быть проблема. Плюс ваши жалобы и, собственно, пазл при грамотном подходе должен сложиться. Ну что, ребят, три вопроса я ответила. Жду ваших новых вопросов. Под этим роликом тоже их задавайте. Обязательно буду отвечать в следующих эфирах. И с вами я прощаюсь до следующего ролика. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.